Женщина с ребенком внутри умирает. Но ее муж делает нечто невероятное. Рождение малышки Бланки было чем-то невозможным. Ее мать, Ракель, перенесла остановку сердца во время родов и была признана клинически мертвой. На ее ребенка, которого она носила в животе, надежды было мало, но ее муж сделал что-то удивительное. Давайте посмотрим, что произошло и чем закончится эта история. Ракель была беременна своим вторым ребенком и не могла больше ждать, чтобы увидеть свою дочь. Она и ее муж были в восторге от того, что у их сына Хосе появится младшая сестренка. Беременность протекала хорошо и только на 39 неделе начали проявляться признаки родов. Когда Ракель была беременна, она изо всех сил старалась найти гинеколога и больницу, которые придерживались тех же взглядов на жизнь, что и она. Иногда решения в медицинской ситуации должны приниматься за доли секунды и Ракель хотела убедиться, что жизнь ее ребенка имеет такой же или даже больше вес, чем ее собственная жизнь. Она нашла такого врача и чувствовала, что будет в надежных руках во время беременности. Все признаки указывали на то, что роды пройдут без происшествий и ничего не предвещало беды. Но затем произошла катастрофа. Когда Ракель лежала на больничной койке, собираясь рожать, она начала плохо себя чувствовать. Она сказала своей медсестре, что у нее кружится голова и ее тошнит, как будто она вот-вот потеряет сознание, но ничего не указывало на что-то серьезное. Но вдруг Ракель закрыла глаза и упала в обморок прямо на глазах у своих врачей и мужа. Казалось, у нее случился какой-то припадок, и ее жизненные показатели упали практически до нуля. Ракель постепенно начала синеть и перестала дышать. Поскольку ее дочь все еще находилась в животе, жизненные показатели девочки также начали снижаться с угрожающей скоростью. Что случилось с Ракелей, как поступить с плодом? Был объявлен синий код, и в комнату быстро вошла целая медицинская бригада. Они отключили кровать, на которой лежала Ракель, и отнесли ее в операционную. Диагноз показал, что Ракель перенесла имболью околоплодными водами. Это редкое, но серьезное заболевание, которое возникает, когда околоплодные воды попадают в кровоток матери. Это может иметь мгновенные и разрушительные последствия. Поскольку к тому времени Ракель уже была признана клинически мертвой, медицинская бригада решила сосредоточиться на ребенке. Ей срочно сделали кесарево сечение. Тем временем муж Ракель, Даниэль, был очень обеспокоен. Он видел, как увозили его жену, и ему сказали, что, возможно, это последний раз, когда он видит ее живой. Это была душераздирающая новость для Даниэля, который безумно любил свою жену и не ожидал ничего подобного. Он чувствовал себя совершенно беспомощным и напуганным, и не знал, как с этим справиться. Поэтому он обратился к Богу и помолился. В своей голове он повторял слова, «Боже, я знаю, что это больше, чем я могу вынести, а это значит, что у тебя есть план и цель в этом, и я тебе доверяю. Но, пожалуйста, если это твоя воля, позволь мне снова обнять мою жену». Когда ужасные новости о состоянии Ракель дошли до ее друзей и семьи, они тоже начали молиться. Сидя в зале ожидания, все взялись за руки и молили Бога. Они также опубликовали свои молитвы в социальных сетях, и сообщение стало вирусным. В результате начали приходить тысячи сообщений от людей со всего мира, которые также молились за Ракель. Тем временем дочь Даниэля и Ракель родилась и была доставлена в отделение для новорожденных, где Даниэль смог навестить ее. Ракель осталась в операционной, где врачи боролись за ее жизнь. Но у них было мало надежд на нее, и Даниэль все еще не знал, будет ли его жена жить. Медсестра спросила его, как они собираются назвать дочку, и он сказал Бланка, что означает подарок от Бога. В это время врачам удалось реанимировать Ракель и найти у нее слабый пульс, но она все еще находилась в критическом состоянии. После долгих и ужасающих 48 часов они смогли перевести ее в отделение интенсивной терапии, где попытались сохранить ей жизнь. Брат Ракель, кардиохирург, прибыл в то время в больницу и попросил просмотреть ее записи. Он видел, что у его сестры дела идут не очень хорошо, что она находится в состоянии сердечно-сосудистого коллапса, состояние которого продолжает ухудшаться. Всей семье пришлось попрощаться, потому что никто больше не верил, что она выживет. Но Даниэль повернулся к Ракель, чтобы сказать ей свои последние слова. Он сказал ей, «Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Хосе и Бланка прекрасны и любят тебя. Если у тебя остались силы, борись». Другие члены семьи также выразили свою любовь и тем временем все продолжали молиться. Но Ракель не стала лучше, а ее состояние, казалось, только ухудшилось. Она уже перенесла два переливания крови, но ее кровь продолжала свертываться, и что еще хуже, врачи поняли, что случайно перерезали одну из ее артерий во время кесарево сечения. У нее было внутреннее кровотечение, и для его остановки требовалась еще одна операция. Казалось, все ее тело сдалось. Сердце едва билось, а легкие отказали, поэтому врачи полагались на аппарат искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал ждал момента, когда ее организм сдастся, поскольку они видели, что больше ничего не могут для нее сделать. Но Ракель не желала сдаваться. Она очень хотела снова увидеть свою семью и очень верила в чудо. Было решено перевести Ракель в другую больницу, где у них были лучшие технологии для ее лечения. Там ее подключили к аппарату, чтобы помочь ее сердцу и легким восстановиться. Чтобы проверить неврологические функции, ей понизили уровень седативного средства до такой степени, что она на несколько мгновений проснулась. Как только она пришла в себя, в комнату вошел Даниэль и, взглянув на нее, просто сказал «Привет, дорогая». Глаза Ракель наполнились слезами. И это было для Даниэля явным признаком того, что ее мозг не умер. Внезапно на горизонте снова зажглась надежда, но потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. И снова все было на пределе, но перед тем, как Ракель перенесла анестезию, ей показали фотографию Бланки. По ее собственным словам, это, должно быть, пробудило в ней что-то вроде материнского инстинкта, и она почти попыталась встать с постели, чтобы пойти навестить свою малышку. Но она была под наркозом, и начались несколько часов операции, чтобы увидеть, выживет ли Ракель. И она это сделала. Это было практически чудом, чего никто из врачей не ожидал. Но Ракель была достаточно сильной, чтобы вырваться. В течение 24 часов они смогли снять с нее респиратор и все лекарства, кроме обезболивающих, и стало ясно, что она может жить. Ракель и ее муж были безумно счастливы и благодарны за воссоединение их семьи. Ракель не помнит большую часть этой истории, так как почти все время была без сознания, но, услышав все, что произошло, она была поражена. Обняв свою семью, она почувствовала огромное облегчение и смирение. Услышав все молитвы и всю поддержку многих людей, которые она получила, она почувствовала, как ее душа светится. Ракель до сих пор благодарит Бога за то, что он позволил ей пережить это и позволил ее дочери появиться на свет. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.